Нынешний таможенный кризис на границе Украины с остальной Россией – это использование России экономических рычагов в экономических целях. Это известно, причем этого уже не отрицают даже самые замшелые профессиональные украинцы, то есть люди, извлекающие прямую финансовую выгоду из отделения Украины от остальной России. Даже они уже не отрицают, что вхождение Украины в таможенный союз обеспечивает ей рост валового внутреннего продукта на 6-7% ежегодно. А заключение Украиной соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом гарантирует Украине падение валового внутреннего продукта на 6-7% ежегодно. Но, естественно, по интересам профессиональных украинцев бьет вхождение в таможенный союз, поскольку те схемы, которыми зарабатывают конкретно они, перестают работать. Поэтому речь здесь именно о вопросах чисто экономических, а не политических. Ну, понятно, что для России реинтеграция Украины тоже выгодна, но для нас это даст значительно меньший прирост экономики, чем для самой же Украины. Так что мы, по сути, боремся за интересы Украины, поскольку там, как известно, 5 шестых населения составляют такие же русские, как, скажем, Курске или Архангельске. По родному языку 5 шестых населения Украины, именно русские. То мы боремся в конечном счете за интересы нашего собственного народа, единого народа. Ну, а что касается, так сказать, формального обоснования, то Украина уже не раз пыталась ввозить на российскую территорию продукцию других стран под видом своей собственной. В случае создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом, то есть фактически зоны свободной продажи европейских товаров на Украине. Естественно, такой вот реэкспорт под липовыми документами станет настолько массовым, что мы уже сейчас должны готовиться к полной проверке всех товаров, поступающих с Украины в случае подписания такого соглашения. Ну и заодно Украина уже почувствовала, что такое полная проверка всех товаров. Дальше пусть думают. Более того, я думаю, что даже профессиональным украинцам окажется выгоднее найти себе иной источник заработка, действующий именно в составе Таможенного Союза. Спасибо.